приветствую уважаемые зрители сегодня мы поговорим о вот этом ноже новеньком интересном для меня и для вас думаю посравниваем а вот этот красуется малыш тоже очень понравился хватит мне прежде всего да и пошли модельки очень доступные по цене вот эти два к ним относятся ссылки я на них оставлю друзья касательно вот цены вот этого посмотрев я думал что с ним что-то не так если в описании зайдете я думаю согласитесь со мной слишком как-то он доступен хотя по ощущениям по материалам по всему по качеству он ничем не уступает другим ножам ганза ну давайте конкретней то есть длина клина 89 миллиметров нож не маленький вот толщина его 2 и 8 очень хорошо приятная редкость единственная сталька здесь вот такая я каждый день не занимаюсь батонингом думаю вы и стали меня не особо придирчив дальше обувь друзья вот это мне не нравится зачастили они с таким решением то есть хотелось бы понимать и вот такую насечку я который раз уже рассказываю сюда палец если сел уже то он не соскользнет не соскочит хорошая насечка но видимо это для ножей подороже вес очень важно друзья если вы глянете на сайте по ссылке вес там не очень привлекательный но я заметил что что-то там не так там параметры не скелетизированной старой модели указаны по весу здесь скелетизация есть и поэтому друзья мы сейчас это все проверим а проверим мы не только вес ножа но и мои весы вот здесь гирька 100 грамм давайте то есть погрешность небольшая так друзья там заявлено 115 смотрим 107 еще раз повторяю при длине клина 89 миллиметров при такой цене это очень привлекательные показатели как для меня прежде всего цена друзья полноценный нож с хорошими нормальными материалами прежде всего оболочкой g10 ну давайте по рукояти рукоять чем удачно она не очень тонкая конечно не самая тонкая далеко и вот эта толщина и и она очень хорошо заполняет кисть и в этом ты более ярко ощущаешь эффект цепкости g10 довольно крупненькая здесь еще один минус ребят вот очень недостаточное расстояние от шпинька до края рукояти хотелось бы немножечко углубить углубить палец до для более эффективного упора и выброса насчет выброса вы слышите звук здесь стоят металлические латунные шайбы если то просто недорого и надежно я не люблю вот эти новинки с подшипниками а я смотрю тут рядышком подходящий материал для теста лежи давайте попробуем ну ничего волшебного нормально но не супер ну зато толстая рукоять относительно позволяет дать упор хотя бы ну давайте вот этим 704 d704 ну трошки лучше ну тут тоже магии нема а вот этот не рукоять тоненькая друзья вот в рукояти тоже много много ответственности на ней пишите в комментариях что в более дорогих ножах сделано лучше чем здесь материал клинка может понятное дело черкните пару слов чем этот нож может плохо казаться значит друзья мы имеем здесь вот комплекс присущий более дорогим ножом что у нас клипса на две стороны переставляется есть заглушечка скелетизация раньше об этом ты не думали это расстраивало все-таки выбрали 107 грамм 107 они 115 как на сайте указано повторяю при такой длине габаритах нажает нормально он довольно толстенький что хорошо для хвата может быть лайнер очек с насечкой тоже не помешало но я говорю что по полторы тысячи гривен этого тоже нет ножах ганза а насчет стали пишите в комментариях ну вроде так все сказал ребят но вот эта связочка принципе я думаю неплохая вот такой вот викс 91 и рядышком более длинные клин уже человеческий и поговариваешь тут сведение не самая тоненькая то есть принципе он такой но не ломик но в общем кое-что можно и более разумно будет вот этим клинком сделать ссылка в описании на него не упускайте цену даже бы ушку искать смысла нет учитывая стоимость нового магазина ну и все до побачення хлопцы та девчатка до новых зустричей